Реакция пользователей Фейсбука после выступления президента Касымжумарта Токаева были разными. Кто-то сразу же предположил, что обещанные честные выборы такими не будут. Другие же предлагали устроить тотализатор, делать ставки на того, кто же станет очередным главой государства. Согласно статье, кандидат может зарегистрироваться только с 10 апреля, но за два месяца до 9 июня. То есть дедлайн завтра, 10 апреля, 18 часов. Это означает, что никто не успеет. Это значит, что вся эта движуха с выборами президента на самом деле вранье с самого начала. Главная интрига объявленных досрочных президентских выборов теперь заключается в том, кто станет, так сказать, кандидатом номер один. Официально выдвинутым партией Нуратан и гарантированно займущим пост президента Республики Казахстан. На этом фоне совсем неинтересно, кого в Акарде попросят выступить спарринг-партнерами основного кандидата в предвыборной гонке. Брунгильда, принимаю ставки. Такая в 61,2%. Остальные три, считайте. Надо же показать, что с Елбасы никто и ничто не сравнится. Впрочем, большинство пользователей соцсетей не сомневаются. Судьба страны уже определена. Будет новым президентом Дарига Назарбаева. Это и так понятно. К чему такая спешка и для кого эти выборы? Интересно знать. Да здравствуй, Дарига. Выборы будут. Выбора не будет. В топе самых обсуждаемых тем и сама дата президентских выборов, согласно закону, цитирую, выдвижение кандидатов президенты начинается со дня следующего за днем объявления и заканчивается 18 часов по местному времени за два месяца до выборов. То есть заявить о себе кандидаты президенты должны успеть до завтрашнего вечера. Народ интересуется, к чему такая спешка. Сегодня нельзя, еще рано, завтра тоже нельзя. Уже поздно. Демократия по-казахски. То есть для выдвижения кандидатов выделено время месяц. Здорово. Осталось два месяца. Кто успеет подготовиться к выборам? Наверное, только те, кто заранее знал об этом. Куда спешим? Пусть бы выборы прошли в ранее назначенный срок. Мы бы к Такаеву присмотрелись. Граждан также интересовал казус, растержированный местными СМИ. Согласно изначальным публикациям, Дарига Назарбаева не должна была выдвигать свою кандидатуру на выборах. Правда, уже через пару часов пришло опровержение. По ее словам, баллотироваться может любой гражданин, а решения о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии. Поэтому на сегодня говорить о кандидатах в президенты можно лишь гипотетически.